Глава тринадцатая. Джерри выслушивает лекцию о психологии смеха, а затем вступает в великое братство бездомных Хобо. Джерри проснулся от не совсем приятных ощущений, ужасного грохота, крика, смеха и давки. Кто-то тряс его за плечи и пробовал щекотать подмышками. Джерри открыл глаза, но оставался некоторое время на той грани между сном и действительностью, когда все воспринимаемое представляется нереально туманным и наполовину бесплотным. Он был сонный, как леса весной. Веки его тянуло вниз, словно тяжелые крышки люков. Но тряска и толчки возобновились еще большей силой. Казалось, будто кто-то шлепнул его раза два по щекам, а затем зарычал в самое ухо. Он начал просыпаться и постепенно осознавать обстановку. Тут он заметил, что сидит в битком набитом в вагоне метро. Поле зрения было крайне ограничено. Он смог увидеть лишь несколько прикрепленных к потолку вагона рекламных плакатов и какие-то лица. Лица, улыбающиеся и смеющиеся во весь рот. Черные, желтые, коричневые, серые, синеватые и бледные. Вокруг этого пестрого сборища носилась и колыхалась невероятная смесь запахов, ароматов, благоуханий. Запахи чеснока, лука-порея, зубной пасты, туалетной воды, жевательной резинки, пудры, духов, мыла и сельдерея щекотали ноздри Джерри, вырывающегося из мира сновидений. Будничная действительность приветствовала его тысячи голосов и запахов. Это был поезд нью-йоркской подземки, которая описывает непрерывный круг, как воротная вена. Рослый негр в форменной фуражке наклонился к Джерри и спросил, смеясь во весь рот. — Сэр, куда вы едете? — Вперед, — ответил Джерри. — Отлично, сэр, но вы сидите в вагоне уже около семи часов и объехали вокруг Манхэттена много раз. Что это значит, сэр? Какая цель? — Никакой цели, — ответил Джерри. Поезд замедлил ход, и негр отошел к двери. Джерри видел вокруг себя десятки лиц, смеющиеся лица. Они напоминали бесконечный поток, который постоянно меняется и постоянно остается тем же. Те же выражения лиц, те же запахи и те же голоса? Поезд тронулся, и негр снова протискался к Джерри через толпу. Он не обвинял, а хотел помочь, так как ему за время работы в подземке приходилось видеть тысячи мужчин и женщин, спавших по ночам в беспокойно покачивающемся вагоне, в этой общей колыбели бездомных людей. Здесь можно было сидеть на жесткой скамейке, упершись локтями в колени, предварительно уплатив за это десять центов на станции отправления. — Да, сэр, — снова заговорил человеколюбивый негр. — Когда же вы думаете выходить? — Сейчас утро или вечер, — спросил Джерри. — Утро, сэр. Исключительно красивое утро. Скоро уже восемь часов. — А где мы находимся? — В Манхэттене, сэр. Точнее сказать, в Гарлеме. Следующая остановка — 125-я улица, дорогой сэр. — Гарлем, — произнес Джерри мечтательно, и ему представилась Голландия, прекрасные поля тюльпанов, деревянные башмаки крестьян, сочные сыры, красиво раскрашенные дома со слепительно белыми дверями и крылечками. — Гарлем, — снова повторил он, — так, пожалуй, я выйду на следующей остановке. — Отлично, сэр, — сказал негр с обворожительной улыбкой. Джерри начал пробираться к двери. Тут он вспомнил о своем чемодане и бросился обратно к только что покинутому месту. Там сидел теперь желтоватый пуэрториканец и жевал сельдерей. — Мой чемодан пропал! — крикнул Джерри чернокожему проводнику. — Ничего удивительного, — дружелюбно ответил негр. — В мире всегда что-нибудь пропадает. Но теперь вам надо спешить, сэр, поезд сию минуту остановится. — Я не могу выйти без чемодана, — твердо сказал Джерри. — У меня украли чемодан. — Это очень обычное дело. В мире ежедневно совершаются кражи, сэр. Заявите полиции. Но теперь, сэр... Проводник схватил Джерри под руку, а нахлынувшая толпа приперла его к дверям. Поезд остановился, и человеческим потоком Джерри вынесла на платформу. — Чемодан! Мой чемодан пропал! — кричал Джерри громким голосом. В ответ ему неслись веселые смешки, сияли бодрые улыбки, улыбки широкие во весь рот, всеобъемлющий социальный смех. Казалось, будто восемь миллионов жителей Нью-Йорка вдруг разом прыснули со смеху. Поток вынес Джерри из-под земли на улицу, из подземной сутолоки и давки в надземную сутолоку и давку. Он заметил полицейского регулирующего движения и протискался к нему. — У меня украли чемодан! — сказал он дрожащим голосом. — Что вы говорите? — смеясь, посочувствовал полицейский. — Неприятное происшествие! — Но бывает. Такое случается каждый день. Кстати, и сегодня прекрасная погода. Просто на редкость хорошая погода для конца сентября. — Да, великолепная погода, — согласился Джерри, и по его лицу тоже расползлась улыбка, похожая на гримасу. Он оставил полицейского заниматься служебными обязанностями, а сам отправился в дальнейший путь. Утро выдалось действительно красивое и ласково теплое. Но ловкий торговый агент страны грез, оказывается, всучил-таки нашему герою фальшивые представления. Прекрасные картины тюльпановых плантаций голландского Гарлема отступили перед черной реальностью Гарлема Нью-Йорка. Джерри находился теперь в самом сердце негритянского квартала, где все было черно. Подобно редкостному альбиносу, он появился на Пятой Авеню, где на тротуарах сидели чернокожие любого возраста и роста. Казалось, они чувствовали себя хорошо среди набросанного бумажного ссора, всевозможных огрызков и прочей дряни. Жирные мухи кружились в вихре свадебного танца, провозглашая вечную непрерывность жизни. Двое мальчишек кормили ручную крысу, которая, судя по округлым бокам и сосочкам тугого брюшка, ожидала прибавления семейства. Солнце посылало свое горячее благословение этой черной идиллии, которая вся так и сочилась жизнью, улыбающейся, веселой и беззаботной жизнью. Джерри отовсюду приветствовали, и он отвечал на приветствие. Чарующие цветники Голландии скрывались в душах негров Гарлема. Душой они жили на цветущем лоне природы и мечтали о садах Эдема, окруженные шумным роем мух и лежащим повсюду высохшим на солнце собачьим пометом. Черный бездонный смех, живая сверкающая улыбка, буйная жизнь, пересаженная на чужую почву. Гарлем улыбался, но Джерри тяготила мысль о пережитом и утрата единственного чемодана. У него не было больших надежд вернуть свое имущество, потому что здесь только вор мог задержать вора. На углу пятой авеню и сто двадцать седьмой улицы располагалось кафе Джо, предлагавшее каждому отведать лучший в Гарлеме кофе. Джерри восхитило чувство меры черных предпринимателей, которые не предлагали чего-то лучшего в мире. Джерри зашел в маленький зал, откуда на него сразу хлынула веселая туча мух, пение Фрэнка Синатры из автоматического проигрывателя и густой чад подгоревшего жира. Десяток негров, сидя у длинного стола прилавка, прихлебывали из чашечек кофе и жевали котлеты. На лице каждого светилась солнечная улыбка. Лысый хозяин, которого можно было ухватить за волосы только куском сапожного вара, вышел навстречу Джерри, разразился смехом и весело сказал. — Ха-ха-ха-ха! Здравствуйте, сэр! Красивое утро, не правда ли? — Очень красивое. — У вас мрачный вид? — У меня украли чемодан. — Ха-ха-ха! — Ха-ха-ха-ха! Хозяин снова захохотал, и его веселое настроение внезапно распространилось по залу как сплетня. Через минуту все негры покатывались от хохота. Джерри стала надоедать это поптичье беззаботное настроение, которое оказалось модой, охватившей весь город. Он выжил из себя жалкую болезненную улыбку и заказал кофе. — А чего-нибудь закусить? — осведомился хозяин. — Нашей специальностью являются вишневые пироги и рубленые котлеты. Камины мы не употребляем. — Ха-ха-ха! — Пожалуй, пирога, — сказал Джерри, — и черного кофе. — Тридцать центов, — ответил хозяин. — Уплатить можете сразу. Джерри сунул руку в карман и затрясся мелкой дрожью. Бумажника не было. Он начал нервно рыться в карманах и обнаружил, что и молоток, и захваченный у Чарльза пистолет тоже нашли себе нового владельца. Он извлек из карманов только грязный носовой платок и сломанную расческу. — У меня... У меня украли все деньги, — пробормотал он. — Ха-ха-ха! — Ох! — Ох! Смеялся всей своей широкой физиономией, животом и даже плечами. И смех его снова заразил всех клиентов. — Старая история, слишком старая история, — проговорил он наконец. — Вот уж сегодня это не пройдет. — Я очень сожалею, сэр, но я не могу подать вам ни кофе, ни пирога. — Последние слова он говорил, трясясь от хохота. — Что вы нашли в этом смешного? — возмутился Джерри. Хозяин сдержал на миг свое веселье и спросил. — Вы из Алабамы, из Миссисипи или из Вирджинии? — Я из Бруклина. — Но какое это имеет отношение к делу? — Разумеется, имеет. Вам бы все-таки следовало уметь читать. Посмотрите вокруг. Джерри беглым взглядом окинул маленькое кафе, где на стенах, закрывая грязные запятнанные обои, были повсюду налеплены большие плакаты. На каждом плакате были изображены смеющиеся лица и футовыми буквами один и тот же текст. — Национальная неделя смеха! Словно солнце послало охапку своих лучей, чтобы просветить мозги Джерри. Теперь он понял, почему сегодня на каждом лице сияла улыбка. — Ну, теперь вам понятно, почему мы смеемся, — проговорил владелец кафе. — Сегодня первый день национальной недели смеха, проводимой под покровительством самого президента. Сейчас опасно быть серьезным, особенно нашему брату. Сразу попадешь на подозрение. Вы ведь понимаете, сэр, что долг каждого гражданина — смеяться целую неделю. — Почему же? — недоумевал Джерри. — Потому что так установлено свыше. Тут хозяин замолчал и поспешил обслуживать других клиентов, а Джерри тем временем стал просматривать лежащую на столе газету. Первую полосу украшало смеющееся лицо мэра города. Тексты и заголовки в газете были рождены под знаком недели смеха. В шапке ярко выделялись призывы. — Продлим человеческую жизнь добрым смехом. Мы счастливы, и мы смеемся. Мы смеемся в лицо всему миру. В Корее война, а мы все равно смеемся. Десятки врачей выступали с заявлениями о пользе смеха для здоровья. Министры и конгрессмены единодушно обещали смеяться целую неделю. Рекламные агентства прославляли смех в каждом объявлении. — Зубная паста Пагахондас придает белизну вашим зубам и позволяет вам смеяться когда угодно и где угодно. — Специально для национальной недели смеха. Искусственные зубы за полцены. Похоронное бюро Гринбилд выполняет все похоронные церемонии до смешного дешево. Каждый смеющийся человек пьет виски Кентукки. — Большой праздник смеха в отеле «Астория». Шепствуют мэр нашего города и Боб Хоуп. Джерри отложил газету и попытался улыбнуться. Хозяин кафе снова подошел к нему и, опасливо озираясь по сторонам, заговорил почти шепотом. — У вас действительно совсем нет денег? — Не ценьте-ка, — мрачно ответил Джерри. — Ваш акцент, вы иностранец? — Я недавно прибыл из Европы. Хозяин оказался любопытным. — Так вы из Европы? — Ну, там, наверное, страшная нищета. — Кстати, меня зовут Кокс. Джо Кокс. К-О-К-С. Мое имя Финн. Джерри Финн. Ф-И-Н-Н. — У вас есть какая-нибудь специальность? А то помогите мне немного на кухне. Жена в больнице, и я не справляюсь. — Я по профессии врач, — ответил Джерри, не раздумывая. — Врач-специалист. Моя область — повреждения спины. — Повреждения спины? — Тогда вы могли бы полечить меня? Все мои инструменты были в чемодане, которые у меня украли этой ночью. Джерри немного преувеличивал, так как на самом деле в чемодане были только маленькие электромассажеры и грелка. — Ну, может быть, вы бы все-таки осмотрели мою спину? — не терял надежды мистер Кокс. — Получите бесплатный обед, то есть жаркое. Могу поручиться за то, что оно не из конины. Джерри принял предложение. Мистер Кокс подмигнул своим клиентам и со смехом обратился к улыбающемуся молодому человеку. — Эллоу, Фред, займись бизнесом вместо меня. — Окей, Джо, — ответил молодой человек и поспешил встать за прилавок. Джерри последовал за хозяином в другую комнату, ощущая легкое головокружение. Комната была, коротко говоря, не убрана. К этому слову нельзя ничего было прибавить, даже кавычек. Мистер Кокс снял с себя рубаху и лег животом на скрипучую тахту. Черная спина его была шишковата и жирна. Джерри добросовестно исследовал каждый позвонок. — Здесь больно? — Да, очень. — Ой, тут уж не до смеха. — Какой там смех? Да вот здесь, например, очень скверный хрящ. — Ой, чуточку полегче, — застонала жертва, когда Джерри начал разминать больные позвонки. — Всякие недели еще выдумывают, черт возьми! Вовсе тут нет ничего смешного. Джерри опять отметил, что наиболее болезненное ощущение вызывает четвертый позвонок снизу и дал больному блестящие наставления, те же самые, которые выполняла Джоан. Сразу же после первого сеанса лечения мистер Кокс почувствовал себя вполне здоровым и, надев рубаху, отправился готовить жаркое. Джерри сразу понял, что это была конина, но, тем не менее, съел все до последней крошки. — Милости просим и в другой раз, — весело сказал мистер Кокс, когда Джерри выходил на улицу. — И помните, сэр, что теперь каждый должен, по крайней мере, улыбаться. Что правда, то правда, улыбка прилипчива. На устах Джерри витала легкая тень улыбки, и он снова начал верить, что находится в стране великих возможностей. Пятая авенюн спускалась в Гарлем, как сточная канава. Джерри тихонько побрел по этой всемирно известной улице в направлении к ее началу. Он словно попал в самую гущу великой беззаботности, где никто не печалился ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне. Несколько нищих попросили у Джерри монетку. Это показывало, что его внешний вид еще внушал известное уважение и создавал твердое положение в обществе. Нищее и оборванное окружение заставило его позабыть о собственных невзгодах. Он знал, что у жителей здешних мест не было недостатка в голоде, и все же они улыбались. Они уважали общественное мнение. Их черный смех был частью общественного мнения. Джерри Финн опустился теперь на октаву ниже вчерашнего. Одинокий, бездомный, без гроша в кармане. Но пока он еще не замечал опасности падения. Ноги шагали легко, и сытый желудок направлял мысли на поиски новых возможностей. Монотонные ряды домов вдруг прервались широким сквером. Джерри замедлил шаги и огляделся. Сотни босоногих негритянских детей топтали просторную пыльную площадку. Во всем безотрадном пейзаже не было ни одного светлого пятна, кроме сверкающих детских зубов да поблескивающих белков глаз. По краям площадки виднелись маленькие полоски пыльной зелени, на которых росли каштаны и вязы, низенькие тисы и кусты бузины. Черный сад Гарлема назывался парком поцелуев. На его прозаических скамейках начинались многие поэтические романы негритянского квартала. В сумерках прохожий мог увидать здесь прекрасное вступление к браку, девушку и юношу, чьи черные лица сливаются друг с другом и растворяются в черниль на черной ночи. Днем прохожий останавливался, чтобы поглядеть в финал пьесы «Стаи детворы» — молодое поколение народа, уходившего корнями в далекую Африку. Джерри расстался с улицы и свернул в сквер. Выгоревшая трава доживала свой век под целым слоем консервных банок, бумажек, бутылок и тряпья. Справа была небольшая скала, на покатом боку которой сидело несколько черных матерей с грудными детьми на руках. Джерри медленно прошел мимо них, отвечая на веселые приветствия. Вдруг он увидел белого человека, сидевшего на уединенной скамье. Джерри хотел было незаметно пройти мимо, но незнакомец поднял очки и весело сказал — Хорошее утро, сэр. — Великолепное. — А ведь скоро уже октябрь. — Не говорите. Незнакомец подвинулся на конец скамейки, освободив место для Джерри. Джерри сел и только теперь заметил, что в руке у незнакомца была книга, нужную страницу которой он держал пальцем вместо закладки. Джерри взглянул украткой на обложку книги и вздрогнул от неожиданности. — Мир, как воля и представление. Артура Шопенгауэра здесь, в нищем царстве черных. — Простите, уважаемый сэр, — спросил Джерри несмело, — вы читаете Шопенгауэра в подлиннике? — Незнакомец снова поднял выпуклые очки, проехал пятерней по огромной нечесанной дикой заросли волос и ответил со сдержанной усмешкой. — В подлиннике он доставляет мне большее удовольствия. — Ну, разумеется, — согласился Джерри. — Но вы редкий американец, если вы умеете читать еще на каком-то языке, кроме английского. Незнакомец рассмеялся, суховато, но все-таки рассмеялся. — Я американский немец во втором поколении. Мои родители приехали сюда из Германии 44 года назад. Я родился в Бостоне. Джерри не имел природной склонности к математике, но все-таки он быстро решил арифметическую задачу. Его собеседнику не было, следовательно, еще и 44 лет, хотя он казался на первый взгляд почти стариком. Волосы его были сплошь седые, а под глазами висели забавные кожаные кошелечки. По рукам незнакомца легко можно было заметить, что он никогда не работал в шахтах или на ферме. — Судя по вашему произношению, вы не коренной житель Нью-Йорка, — проговорил незнакомец. — Да, вы правы, — ответил Джерри. — Я в Америке всего лишь два месяца. Приехал сюда из Финляндии. — О, вы из Финляндии? — весело воскликнул незнакомец. — Четырехмиллионное население, более шестидесяти тысяч озер, столица Хельсинки и президент республики. — Па-па-па-си... — Па-си-киви, — подсказал Джерри. — Совершенно верно. — Вы бывали в Финляндии? — полюбопытствовал Джерри. — К сожалению, нет. Но я очень люблю географию. Меня зовут Борис Минвегин. — А меня Джерри Финн. — Финн. Очень распространенная фамилия в Шотландии. Приятно познакомиться с вами, мистер Финн. Кстати, каково ваше занятие? — В данный момент я безработный. — И я тоже. Вот уже скоро десять месяцев гуляю без дела. Да, как раз со времени моего развода с женой. А вы женаты? Простите, что я задаю такой интимный вопрос. — Да что вы, что за церемонии, мистер Минвегин? Я женат, но мы с женой живем врозь, со вчерашнего дня. Мистер Минвегин нисколько не удивился тому, что Джерри так недавно расстался с женой. Он лишь одобрительно кивнул, начал листать свою книгу, а потом сказал как бы самому себе. Причина была во мне, только во мне. Я обманул свою жену. Я оказался очень плохим психологом. Моим уязвимым местом всегда было плохое знание людей, а женщин я совершенно не понимаю. Мистер Минвегин выдержал короткую паузу, после чего задумчиво продолжал. Мы были знакомы два дня, когда поженились. У моей жены это был третий, а у меня первый брак. Она довольно красивая женщина, увлекалась живописью, немного музыкой, литературой и, насколько мне помнится, балетом. Ее прежние мужья погибли при несчастных случаях. Джерри вздрогнул и спросил, а как ее имя? Мистер Минвегин бросил на Джерри удивленный взгляд и ответил, а они... Невольный вздох облегчения вырвался у Джерри, и он сказал, чувствуя некоторую неловкость. Простите мой глупый вопрос, я перебил вас. Ничего, что вы. Да, я был очень плохим психологом, я не понимал по-настоящему своей жены, и когда впоследствии мой обман обнаружился, она потребовала развода. Значит, у вас была другая женщина? Брякнул Джерри неделикатно. Да нет, дорогой мой, ничего подобного. Да это вовсе и не было бы никаким обманом. По нынешнему времени это такие пустяки. Мое преступление гораздо серьезнее. При нашем знакомстве я убедил Анне в том, что я каменщик. Ну, вы же знаете, мистер Финн, как высоко оплачивается работа каменщика. Но Анне начала подозревать меня, поскольку мои недельные заработки были очень малы. Она наняла частного сыщика, который выследил, чем я занимаюсь, и вот меня разоблачили. Поскольку я вовсе не был высокооплачиваемым каменщиком, суд сразу же утвердил развод. Да, я действительно был очень плохим психологом и плохо знал людей. Мистер Менвегин снова начал листать книгу. Простите, мистер Менвегин, — начал Джерри немного погодя, — мне любопытно было бы узнать вашу настоящую профессию. Мистер Менвегин поднял глаза и сказал чистосердечно. — Я профессор университета. — А что у вас за специальность? — спросил Джерри в некотором замешательстве. — Психология. Но, несмотря на это, я оказался плохим знатоком людей. Меня сразу же уволили со службы за аморальность. Снова возникла длительная пауза. Наконец Джерри нарушил молчание. — Я тоже не хочу обвинять мою жену. Я тоже плохо знал людей. Часто я думал, что жена моя — лишь какое-то редкое исключение. Но теперь мне кажется, что и ваша жена точно такая же. Странно. — Ничего странного в этом нет, — добродушно рассмеялся мистер Менвегин. — Таких исключений на свете имеется не один миллион. Разумнее всего, конечно, остерегаться их или же пойти в каменщики. — А неужели вы не могли бы устроиться преподавателем в другой университет? — спросил Джерри. — Не думаю. Университеты существуют главным образом на средства частных пожертвователей. Если нет связи с этими меценатами, значит, пути закрыты. А тем более, когда на тебе такое несмываемое пятно — грубый обман. Однако я не огорчаюсь, так как пять месяцев назад я сделал сахобо и с тех пор веду жизнь полное разнообразие. Мистер Менвегин прервал свой рассказ и повернул голову в сторону улицы, где в это время как раз против сквера остановился радиоавтобус. Через несколько мгновений Гарлем узнал, что Гарри Трумэн был единодушно избран первым улыбающимся Соединенных Штатов и что все сорок восемь штатов послали многочисленные представительства на выборы национальной королевы улыбки. Диктор радиоавтобуса закончил это сообщение торжественным воззванием. Каждый гражданин помнит о своем великом долге — улыбаться во время национальной недели смеха. Улыбка ничего не стоит, но она оплачивается. Взгляните на портреты наших общественных деятелей. Все они улыбаются или смеются. Почему? Потому что они не боятся обнажить свои зубы, сверкающая белизна которых достигнута благодаря зубной пасти хлорофилл. Улыбайтесь и смейтесь! Улыбайтесь всемирно известной хлорофилловой улыбкой! Мистер Менвегин сдержанно рассмеялся, но Джерри был не в силах даже улыбнуться. — В этой стране всегда что-нибудь проводится, — проговорил мистер Менвегин задумчиво. — Порою кажется, что люди живут исключительно ради проведения чего-то. Что проводить — это уж не так важно, лишь бы проводить. Проведение различных месяцев, недель, дней теперь уже глубоко укоренилось в нашей национальной жизни. Проводятся месяцы безопасности и самообороны, недели шелка, хлопка или шерсти, дни консервов, автопокрышек, нефтепродуктов, помощи Пакистану, стиральных машин и даже дни «Ешь больше мороженого и сыра». Короче говоря, все месяцы, недели и дни отведены для прославления различных событий, товаров и выдающихся личностей. Поэтому люди вечно так спешат. И за всей этой суетой хитроумный механизм коммерции — продать как можно больше и увеличить долговое бремя на плечах людей, потому что все покупают в долг. К тому же во время всех этих компаний от двери к двери ходят сборщики пожертвований. Каждый из них собирает на какое-нибудь доброе дело. Тут легкая на помине появилась негритянская девочка с подписным листом. Сначала она протянула листок Джерри, вероятно, потому что его костюм выглядел лучше и внушал больше почтения, чем изрядно потрепанный костюм мистера Минвегина, и с улыбкой произнесла «Сбор средств по случаю национальной недели смеха, сэр». «В пользу кого?» — спросил Джерри. «В пользу бездомных негритянских детей». «Ничем не могу помочь, милая барышня». Тогда маленькая мисс предъявила свой листок на другом конце скамейки. Но мистер Минвегин сказал тоном выговора «Разве в вашем комитете тебе не говорили, что ты не должна просить у белых?» «Конечно, конечно, говорили. Но я подумала, что вы тоже житель Гарлема. Простите, сэр. Пожалуйста, никому не говорите об этом, сэр». Девочка оставила в покое сидевших на скамейке и подошла к скале, на которое собралась большая группа чернокожих мужчин и женщин, наслаждавшихся ласковым солнечным днем, возможно, последним в этом году. Джерри проводил девочку взглядом. В мозгу его стали рисоваться сюрреалистические образы. «Вы очень серьезны, мистер Финн», — сказал его сосед. «Национальная неделя смеха — это вообще неплохая выдумка. Ну, если бы сюда не примешивалось так много зубной пасты, искусственных зубов и спиртных напитков. Кстати, темой моей докторской диссертации был смех и его причины. По этому вопросу я опубликовал полдюжины трудов». «Это должно быть интересно», — заметил Джерри. Правда, он сказал это лишь из вежливости, но мистер Менвегин, который, по собственному признанию, делал время от времени психологические ошибки, принял восклицание Джерри за чистую монету. Джерри был наказан за свою вежливость, так как профессор психологии отложил теперь своего карманного Шопенгауэра на скамейку рядом с собой, скрестил руки на груди, устремил взгляд на верхушку ближайшего вяза и начал неторопливо читать лекцию. «Дорогой мой друг, вы, несомненно, знаете, что наш смех, как ваш, так и мой, как смех мэра города Нью-Йорка, так и смех изображаемых на мыле и сигаретах кинозвезд, всегда является отражением определенной душевной деятельности. Смех имеет важное биологическое значение. В силу этого человек может смеяться в каком угодно состоянии духа. Ненависть, ревность, голод, возбуждение, огорчение, беспомощность, любовь и даже глубокое отчаяние могут порождать смех. Наиболее сердечный и подлинный смех – это, разумеется, смех злорадный. Легко убедиться в этом можно в цирке, когда воздушный гимнаст срывается с трапеции и ломает себе шею. Люди при этом смеются. Отсюда и происходит, между прочим, известная поговорка, что цирк – первый соперник нашего конгресса. Итак, биологически значение смеха состоит в освобождении психики от внутренней напряженности и от состояния торможения. Каждый нормальный человек смеется и в смехе обнажает свое внутреннее «я», а также, конечно, и свои зубы. Особенно в тех случаях, когда последние ровны, без дефектов и во всех отношениях приличны. Людей по их смеху можно разделить на несколько категорий. Встречаются некоторые типы, как Монолиза, которые смеются одними губами. Другие же смеются глазами, щеками, мышцами носа и плечами. Некоторые смеются во все горло, так что мускулы груди и живота приходят в движение, и ноги стучат об пол. Психология смеха может обнажить человека, раскрыть его хорошие и дурные стороны. «Смейся», — говорят психологи, — «я скажу тебе, кто ты». Над чем же мы смеемся? Поводом для смеха может служить все. Но именно этим самым, где и над чем человек смеется, он и обнажает себя. И пессимисты тоже смеются, ибо, по их мнению, жизнь — это лишь смешная лотерея. К современному стилю жизни относится привычка смеяться при любых обстоятельствах. Когда священник, отпевая покойника, говорит «разные небылицы», слушатели, конечно, смеются. Если родственники или друзья покойного — люди среднего достатка, они смеются весело или с керца. Но если они хоть немного выше обычного среднего уровня, их смех превращается в чувствительное улыбчатое мурлыканье или адажу консантимента. Медленность чувствам. Мелкие несчастья бывают отличным поводом для смеха. Если преступного негритянского парня вешают общими силами на фонарный столб, или если у какой-нибудь переходящей улицы женщины отстегнутся резинки и чулок съедет, закрутившись вокруг ноги, тогда можно наблюдать, как смешливые люди — между прочим, моя жена тоже относилась к их числу — смеются «хи-хи-хи-хи». Такую манеру смеха современная наука называет «беглым хроматическим смехом» или «пассаджо-хроматика». Шумливый тип, как, например, сенатор Маккарти и миллионы американских школьников, смеются так, что при этом его голос звучит очень широко «хах-хах-хах-хаха». Это так называемые громкие хохотуны, смех которых мы, ученые, называем «фортиссимо-вивочиссимо» «очень сильный, очень живой». Злорадный человек, иначе говоря, большинство людей, смеется злобно «хе-хе-хе-хе-хе-хе», явно испытывая удовольствие от того, что жертва или объект несчастья получает то, что ей положено суд Линча или что-нибудь в этом роде. Мистер Менвегин сделал короткую паузу, достал из кармана курительную бумагу и щепотку рассыпного табаку, мастерски свернул самокрутку и закурил. «Простите мою бесцеремонность», робко сказал Джерри, «но не можете ли вы сделать сигаретку и мне?» «С удовольствием, дорогой друг», ответил пионер современной науки о смехе. Он наскреб со дна кармана еще щепоть табаку, в котором были хлебные крошки, шерстяные ворсинки и обрывки ниток, и, уложив эту смесь на бумажку, одним ловким движением свернул аккуратную сигаретку. «Могу я побеспокоить вас, мистер Финн? Извольте слегка лизнуть краешек. Ага, вот так». Джерри лизнул и получил сигаретку. Она имела странный сладковатый привкус и пахла бедностью. Это была сигарета бедняка, скромная самоделка, за которую не надо было платить ни налога на готовые изделия, ни рекламных издержек. «И как вам нравится?» — осведомился психолог. «Отличная сигарета. А аромат чудесный». Джерри снова сказал это из вежливости. Сигарета сильно отдавала трущобной сыростью, но, тем не менее, он делал вид, что курит с наслаждением. «Если желаете, я сделаю вам и вторую», — сердечно сказал мистер Менвегин, доставая из кармана пачку грязной курительной бумаги. «Спасибо, одной вполне достаточно», — отказался Джерри, не желая окончательно разорять ближнего своего. «Вас, очевидно, интересует психология», заметил мистер Менвегин, немного погодя. «Конечно, и особенно область ваших исследований», ответил Джерри. «Стало быть, психология смеха». «Вот именно, сэр, превосходно. В таком случае я могу продолжить». Современная психология сосредоточила внимание на изучении внешних, поверхностных проявлений жизни. Это естественно. Вся наша жизнь так поверхностна. Что же касается моей специальной области, то она может иногда невзначай вторгаться гораздо глубже. Истоки смеха, видите ли, зачастую находятся очень глубоко, иногда даже в желудке. Психология смеха научно классифицирует смеющихся людей. Основную группу составляют форте и пиано, смеющиеся со всеми их промежуточными градациями. Кроме того, мы выделяем престо, граво, легато, стаккато, маэстоза и капричиоза смеющихся. Я называю лишь некоторые основные категории. И каждая из них образует свою самостоятельную группу в громадном смехохоре нашей великой демократии. То, что у одного человека вызывает слезы, другого может смешить. Как я уже сказал, причина смеха обнаруживает уровень развития человека. Одни смеются тогда, когда у них щекочут подмышками, другие же, когда видят кровь и убийство. Американцы очень легко от души смеются над немецкой воинственностью, когда немцы сидят в лагере военнопленных. Но если они снова окажутся на фронте противниками немцев, тогда они будут смеяться над самими собой, чтобы в смехе почерпнуть силу и храбрость. Итак, стало быть, у каждого человека имеется свой характерный смех. Это заметно лучше всего тогда, когда этот смех вовсе не соответствует обстоятельствам. Общительный, открытый тип смеется естественно, свободно и честно, тогда как замкнутый посмеивается про себя и как бы внутрь себя. Особую группу составляют люди, которые умеют и осмеливаются также смеяться и над самими собой. К этой категории относятся многие большие писатели, философы и художники. Их смех раскрывает очень многое. Вечный комизм всемирного цирка. Мне думается, мистер Финн, что и вы принадлежите к этой последней категории. Джерри вздрогнул от неожиданности. Кто знает, сказал он уклончиво, хотя в настоящий момент у меня нет ни малейшего желания смеяться. Я еще не рассказал вам, что у меня сегодня ночью украли чемодан и все деньги. Мистер Менвегин рассмеялся от всего сердца. Вы счастливчик! У меня вот уже десять месяцев, абсолютно нечего красть. Кстати, кто вы по специальности? Учитель, ответил Джерри стыдливо. И журналист. И еще помощник хиропрактика. Теперь психолог сделался серьезным, ибо он втайне надеялся, что Джерри может оказаться каменщиком, ну или, по крайней мере, плотником. Мистер Менвегин подумал о будущем, которое ждет его собеседника. — Мистер Финн, а нет ли у вас еще каких-нибудь других специальностей? — К сожалению, нет, — ответил Джерри печально. — Может быть, вы играете на каком-нибудь инструменте? — Нет. — Может быть, умеете танцевать модные танцы, свистеть, боксировать или играть в футбол? — Нет. — А петь, ходить на руках, делать фальшивые деньги, чревовещать или плясать на проволоке? — Нет, нет. Мистер Менвегин грустно покачал головой. — Тогда у вас нет иного выхода, как спуститься в шахту или сделаться хоба. Если вы пойдете на шахту, всегда будут только две возможности. Или снова стать безработным, или погибнуть при несчастном случае. Если же вы сделаетесь хоба, перед вами откроются десятки возможностей. Мистер Менвегин ждал ответа Джерри, но наш герой устремил свой отсутствующий взгляд в беспредельную даль. — Я уже ни во что теперь не верю, — наконец ответил он мрачно. — Ну, вот еще, — воскликнул психолог. Вы только стали критичны. А верят все. Каждый человек верит, даже скептики. Миллионы людей верят, что Земля круглая, потому что им когда-то случилось увидать глобус. Американские хоба верят в преимущество вечного странствования, потому что дорога всегда куда-нибудь доприведет. Каждый американец верит, что умрет миллионером, и поэтому живет улыбаясь, участвует в общественных мероприятиях и выполняет свои гражданские обязанности. Каждый имеет право принимать участие в чем-нибудь. Правда, в общей массе есть очень много людей, у которых осталось лишь право участвовать в собственных похоронах. Но и это вовсе не снимает моего утверждения, что мы живем силой веры. Джерри вздохнул. Ему недостаточно было веры. Ему нужна была уверенность, хоть немного уверенности. Он всегда старался быть верным своим мечтам, но они все же обманывали его. Мистер Менвегин рисовал перед ним увлекательную перспективу бродяжничества и говорил о мечте, воплощенной в действительность. — Америка во многих отношениях является страной, идущей впереди, — говорил психолог. — Нигде в мире вы не найдете так хорошо организованных бродяг, как у нас. Американские хоба никогда не бывают бездомными, потому что они всегда находятся в пути. Это не пустая теория, мистер Финн. У меня десятимесячный опыт. Солнце протягивало к сидящим на скамейке свои лучи. Ночная роса тончайшим паром поднялась в воздух. Немного погодя, жара стала гнетущей. Мистер Менвегин длинными тонкими пальцами психолога пробороздил пышную ниву своих волос и сказал «Теперь самое разумное — перейти в тень. Кстати, а что вы собираетесь делать сегодня?» Джерри беспомощно пожал плечами. «Ничего не приходит в голову. Вероятно, надо искать какую-нибудь работу. В Гарлеме возможности чрезвычайно ограничены. А есть у вас постоянное жилище? Я имею в виду ночлег, место, где можно спать, протянув ноги?» «Нет, пока что нет. В таком случае я могу вам помочь». «Вы очень добры, мистер Менвегин». «Ну что вы, хотите, я сверну вам еще сигарету?» «Спасибо, с удовольствием». «Это неплохой табак. Мне дал его вчера писатель. Он курит только этот сорт. Извольте лизнуть. Получайте. А вот вам огоньку». «Премного благодарен. А кто такой писатель?» «Один мой друг. Вы сегодня же с ним познакомитесь. Пошли?» «Я буду очень рад». «Кстати, меня зовут Боба». «А меня Джерри». «Окей, Джерри. Ты что-нибудь ел сегодня?» «О, да. По дороге сюда я побывал в кафе Джо». «А я еще росинки в рот не брал. Если у тебя нет возражений, заглянем по пути в Оазис». «Отлично. Меня это устраивает». Неторопливыми шагами они пошли вдоль Пятой Авеню. У сто шестнадцатой улицы Боба повел товарища в какой-то лабиринт черных дворов, из глубины которых доносилось зловоние. «Это место называют Оазисом», — заметил Боба. «Сюда пускают только белых, владелец дома ненавидит цветных». В Оазисе стояло с десяток железных бочек в метр высоты каждая, куда жильцы дома сваливали объедки. Боба и Джерри явились слишком поздно, потому что ранние пташки-бродяги уже унесли лучшие куски. Какой-то шустрый старичок накладывал в свою большую матерчатую котомку калории, оставленные другими клиентами Оазиса. «Хэлло! Доброе утро, Дипси!» — воскликнул Боба. «Ты когда приехал в Нью-Йорк?» Оторвавшись от своего занятия, старичок ответил. «Вчера. Из Бостона ехал бесплатно на машине. Этому братишку зовут Джерри», — радостно сказал Боба. «Он только что прибыл из Европы». Седобородый Дипси поглядел на Джерри и проговорил. «Прямо из Европы. Ну, скажи, пожалуйста, я родился в Европе, в Милане». Джерри кивнул головой, бросив беглый взгляд на чрезвычайно потертую одежонку старика, первоначальный цвет которой угадать было невозможно. «Я слышал, в Европе теперь страшная нищета», — сказал Дипси. «Да, может быть. После войны все время чего-нибудь не хватает». «Рассказывают, что там миллионы людей до сих пор умирают от голода». «Возможно, мне не приходилось слышать». «Мрут, мрут, это точно. Я слежу за газетами. Тебе повезло, что ты оттуда выбрался. Хотя и у нас теперь тоже не очень хорошо стало. Вот, из десяти бочек не наберешь порядочного завтрака. Это все от того, видишь ли, что мы помогаем так много другим странам». Джерри отвечал с улыбкой. «Да, конечно. Именно поэтому. Совершенно верно». Дипси вытащил из бочки пожелтевший листок сельдерея, сунул его в котомку и вздохнул. «Бедная Европа!» Затем, поглядев на Боба, сказал. «В понедельник беру курс на Чикаго». «Ты думаешь, там лучше, чем здесь?» Спросил Боба. «Наверняка. Там-то, конечно, есть возможности». Дипси завязал свою котомку и уступил Боба место у бочки. «Может, еще встретимся?» Весело сказал старик и пошел со двора. Джерри инстинктивно отшатнулся, пытаясь укрыться от целой тучи агрессивно настроенных мух. Когда профессор психологии закончил свой завтрак, они покинули оазис и зашагали в направлении Радио-Сити. Постепенно улицы становились чище, а движения оживленнее. Вдали виднелись вершины величайших в мире небоскребов. У Джерри в ушах еще отдавался черный смех Гарлема. Внезапно грудь его стеснила, и он почувствовал, что скучает о жене. «Как-то Джоанн теперь сумеет обойтись без него. Кто приготовит ей завтрак и позаботится о ее четвертом позвонке? Кто поцелует ее красивые губки и будет слушать ее милое щебетание?» Так или иначе, Джоанн была очаровательна. Она могла целыми днями жить без пищи и целыми годами без мыслей. Если бы она говорила только то, что думает, она почти всегда молчала бы. Бобо показывал товарищу достопримечательности Пятой Авеню. Чем ближе становился деловой центр, тем выше поднималась стоимость жизни. Даже по ярлычкам цен на витринах прохожие видели, что жизнь стоила того, чтобы жить. Национальная неделя смеха подняла цены до уровня небоскребов. Единственное, что еще опускалось, это плотная пыль. Джерри казалось, что он поднимается в гору, и у него даже появились симптомы горной болезни. Бобо то и дело хватал его под руку, не давая ему попасть под машину или потеряться в человеческой сутолоке. Артерия большого города пульсировала беспокойно и лихорадочно. Все спешили убежать от спешки. Доллар работал неустанно, а газетчики раскуривали каждый скандал с обоих концов. Пятая Авеню, скользкая дорога осуществленных и разбитых мечтаний, небесная тропа торговли и рекламы, спускающаяся в черный гарлем. Автомобили, автомобили, автомобили. — Куда мы идем? — спросил Джерри товарища, который уже заразился вирусом спешки. — У меня болят ноги. Они как глаза Грет и Гарба, такие же усталые и влажные. — Зайдем в какой-нибудь кинотеатр, отдохнем, — предложил Боба. — А у меня нет денег. — И у меня тоже. Они продолжали свой кросс. Огромная шевелюра Боба развивалась, а заплата на его штанах, трепещущая словно клапан кузнечного меха, подмигивала Джерри, как веселый огонь маяка. — Я не выдержу такой скорости! — воскликнул, наконец, Джерри. Боба замедлил шаги и посмотрел на запыхавшегося товарища. — Скоро мы будем на месте, — спокойно сказал он. — Тут близко. И еще каких-нибудь два блошиных скачка. Боба остановился у шикарного кинотеатра и вежливым жестом пригласил. — Входить, пожалуйста. Дверь автоматически отворилась, и друзья вошли в просторное фойе, где у стен стояли удобные мягкие диваны. — Отдохнем минуточку здесь и пойдем дальше, — беспечно сказал Боба, бросаясь на диван. Джерри последовал его примеру и закрыл на мгновение глаза. Ему показалось, что он куда-то проваливается. Но тут Боба толкнул его легонько в бок и весело сказал. — Ну-ка, лизни. По лицу Джерри расползлась блаженная улыбка. Он лизнул склейку самокрутки и радостно воскликнул. — Какой аромат! Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установки подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установки перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделки вагонкой, панелями ПВХ, установки подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903-689-3623 Геннадий Анатольевич